Не раз мы у вас спрашиваем по поводу состояния пешеходных структур, брусчатки и так далее, мы видим, что она в течение долгого времени, например, лет 5, была невнутрительным состоянием, и в этот раз он получился на центральных улицах сделать, обновить пешеходную зону, асфальт положить. Как вы думаете, почему долгое количество времени, лет 5, на это никто не прошел? Ну, наверное, еще всем корректно давать оценку, тем людям, кто в свое время за это отвечал. Я думаю, что, наверное, будут более актуальны проблемы, они действительно есть, и каждый руководитель не решает их соответствия со своим, каким-то, так сказать, видением. Я все-таки считаю и говорю, что центральная часть города Сапилкара и особенно у нас, конечно, считаю, что люди должны приводить в более нормативное состояние. Я считаю, что время для этого пришло, и вот с этого года, так сказать, в рамках тех средств, которые могли бы не создать в бюджете, мы эту работу начали делать. Некоторые участки, площадки, они не отремонтированы, они просто замазаны цементом из крупного кольца, и такие же участки у столицы Бабушкина, перекрестка Советска и так далее. Что с ними будет? Там же так и будет цемент или нет? В итоге вся улица Коммунистическая до улицы Первомайска будет поведена в одинаковый вид, то покрытие дороги до покрыжных камней и ограждения до улицы, это наша задача сделать одинаково узнаваемыми вагонных пустыке, это асфальт, это плитка. То, что будет с улицы Первомайска до улицы Советска в исторической части города. Это для меня пока предмет, в том числе, первичной дискуссии, потому что Владимир Яковлевич, Руков, наш инститектор и ряд, так сказать, специалистов говорят, что все-таки брусчатка, может быть гранитная брусчатка, может быть брусчатка, так сказать, что это более современное производство, но в исторической части города она более чем уместна. Поэтому там мы еще, так сказать, вместе сгоражали при учебническом направлении, а мы будем думать и рассматриваем варианты о поведении брусчатки. Все, что выше, это будет нормально, качественно уложен на асфальт, до дворной камень и многое решено. Последний вопрос, когда мы готовили большой текст по брусчатке в Сыктывкаре, мы писали очень много запросов в администрацию города, и там нам сказали, что, к примеру, там был ответ такой, что мы не знаем, на каком участке администрация города укладывала на улицы Комиссии брусчатку. 77 квадратных метров знаем, где этот участок не знаем. Сложилось ощущение, что в какой-то период был, скажем так, бардак в оформлении документов, потому что никто не знает, никто не понимает, кто и когда клал эту брусчатку. Сейчас каким образом выстроили работу по контролю за состоянием, качеством этой брусчатки и, ну, отслеживанием ситуации? Ну, могу предположить, исходя из того, что, так сказать, я помню в те годы, многие объекты тогда укладывали силами спонсоров, так сказать, привлекались организации, которые располагаются на улице, коммунистический торговый центр, юридические лица, и поэтому, насколько нет полного понимания по срокам, качеству и по той разношерстности, да, у нас, собственно, коммунистическое у каждого здания, там, в разные плитки, в разный цвет, в разные сроки действительно укладывалось, да. Сейчас у нас подход один – это муниципальные контракты, это, так сказать, единый стиль оформления, это единое покрытие, это полностью бюджетные деньги, так сказать, и бюджетный контроль со всеми гарантийными сроками и со всеми юридическими обязательствами подрядчиков. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!